О, новая игра выходит! Ну и как я её на Mac поставлю? Магазин игровых компьютеров Alien Gear. Эти ребята знают всё о крутых сборках компов под любые задачи. На сайте представлено множество ПК, от самых бюджетных до бескомпромиссно мощных игровых систем, собранных только из качественных компонентов. Три года гарантии на все системы. Конфигуратор позволяет собрать ровно то, что ты хочешь. А ещё они могут превратить твой будущий компьютер в нечто незабываемое. Покраска, нанесение рисунка, подсветка, а также моддинг любой сложности. Ссылка под видео. Доставка Alien Gear. Ваша глава ПК. Доброе утро, девушка. Доброе утро. Можно я проеду, пожалуйста? Нет, никак нельзя. Можно я проеду? Нет, нет, нет. Девушка, вернитесь, пожалуйста. А почему я должна возвращаться? Потому что вы не должны были сюда заезжать. Нет. Девушка, будете давить людей, получите наклейку и штраф от ГИБДД. Наклейку. Специально. Это лобовое стекло. Какую наклейку? Вы что, блин, прикалывали? Покажите. Вот такой вот. Вы издеваетесь? Нет, не издеваемся. Это вы издеваетесь. Вам правда говорят? Вы не имеете права тоже прикрывать мне проход. Мы стоим на тротуаре, мы не мешаем. Так тут проход. Девушка, тут проход. Меня снимать вы вообще не имеете права. Разрешена видеофиксация. Меня? Кого угодно. Можно вам третий палец на камеру показать? Девушка, а хотите наклеечку? Я спросила, я же не показала. Я вам просто не показала. А вы не уважаете. Чем? Ну вот, понимаете? Вы не показали, мы не наклеили. Чувствуете логическую связь? Люди не спорят. То есть они уже заранее понимают, что здесь проездных нет. Как вы при ребенке себя уведете, а? Называем ГАИ. Отвечайте. Как вы при ребенке себя ведете? Вам своего ребенка не жалко? Стоим, ждем ГАИ. Вы скрываетесь с места НТП. Нет, это у вас что-то непорядка с тихой. Мы ждем ГАИ. Я не буду никого ждать. Что случилось? Смел людей. Кого она сбила? Кого? Покажите, кто пострадал. Вот она, человек сейчас везет на капоте. Кто пострадал? Пожалуйста, ну береги ее. Я не могу, у меня твое детей. Они не мешают. Уезжайте, уезжайте, раскидывайте из них. По разуму и по физическому корме. Вот, да. Кто пострадал? У нее уже губы синие. Кто пострадал? Кто пострадал? Кто пострадал? Детей сейчас? Вот там сейчас две истерики в салоне. Две истерики в салоне. Да, уезжайте. Почему вы не можете пустить человека? Вы сейчас человек под лишением водительского удостоверения. Пусть этим разбирается соответствующий орган. А где соответствующие органы? Вызвали ДПС, сейчас ждем ДПС. А вы здесь каким образом представлены? Я пешеход. Отлично. Какого вы имеете права здесь находиться и задерживать водителей? Да? Да. А вы ГАИш? ГАИ? Представитель ГАИ? Нет. А почему? Я тоже, да, ну почему? Вы имеете полное право предотвращать инистративное право нарушения любым законным способом. А вот это незаконное, вы нарушаете право собственности? А она ничего не нарушает, давя людей на тротуаре? А где жертвы? Где жертвы? Должны быть обязательно жертвы? Здесь жертв нет. То есть получается, ваши действия нелогичны? Нет. Возьмите мужчину. А при чем здесь мужчина, женщина? У нас за рулем нету какого-то пола. А женщина с детьми, дети вы издерики, дети вы издерики. У нас за рулем водитель, мужчина, женщина без разницы, правила для всех одинаковые. Вы видите сейчас ситуацию, которая сложилась? А не надо было самой ее создавать, эту ситуацию. Вот это проезжая часть. Так, видите, мы едем и смотрим, как бы нас везде давить. Но это не к нам проблема. Так там тоже, вот здесь вот на авто, здесь нету знаков. Так же, как нету для велосипеда. На пешеходной зоне. Мы будем сейчас говорить про пешеходную зону. Мы будем сейчас говорить на пешеходную зону. А какая? Это придомовая территория. Нападайте, нападайте. Скорее нападайте, что это помешает. Да, нападайте, выезжайте. А там люди все равно стоят, они не дадут выход. Пустите вы жесть. Почему вы не остановили вас вот это? А почему вы на вот эту машину не остановили? Никого не стал давить. Я вообще не вижу шок. Это беспредит. Нету состава. С вашей стороны это беспредит. Я буду следить. Пусть подают в путь на ДТП. Против права, не действие совершается. Кем зафиксировано это ДТП? Кем? Визиокамерами. Чьими? Нашими. А вы кто? Пострадавший? Нет, я человек. А, ну то есть у вас такая гражданская позиция. Да. Мучить сейчас человека. Я никого не мучаю. Да? Я никого не мучаю. Что ты, я тебя увижу на улице, я тебя пошусь, я разобью. Нет. И? Ну смотри, сейчас тебя полиция загребет. Не боишься? Нет, не боюсь. Давай, посмотри. Нечего бояться. Ну ты под выхлопом, ты не чувствуешь, все чувствуют. И ты на меня нападал. И ты на меня нападал. Хочешь покажу побои? Хочешь покажу? Вот это сказки пошли. Опа. Не, кот, куда ты пойдешь? Стой здесь. Куда ты пойдешь? Ах ты, сука. Скрываетесь, да? Я хочу вам заняться, я хочу полколеса бросать. Ребята, а вам не стыдно? Нет, прикинь, не стыдно. Нет, ну скажи, ну реально. Сейчас перестану. Ну что, ну что, ну ты мне скажешь? Постояли бы, мужичка бы выбрали. Да большая. Девушка, да можно же поговорить нормально. Они не понимают. Я вот разговариваю с молодым человеком совершенно адекватно. Но я его знаю, нормальный чувак. Ну мы разговариваете, и что толку? Нет. Я? Я вообще, я вот пришел девушку. Я просто играю с ним в футбол, ё-моё, и что теперь? Ну и что с ним надо? Он нормально смешает, чувак. Да ё-моё. Зарядно сказал, что знаешь меня. Всё, на дерьмо теперь. Нет, клейма нету. Слушайте, я пришел реально, чтобы защитить девушку. Я просто разговариваю. Так защитите. А зачем? Вот я его сейчас буду бить, и как это решить ситуацию? Вот честно. Зачем нам физические расправы? Защищайте девушку. Пускай они же защитить пришли. А с ДТП теперь можно не защищать. Почему нет? Она пыталась скрыться с места ДТП. Мы не даем ей этого сделать. Для того, чтобы приехали сотрудники ДТП, оформили ее. После этого пускай едет. И объяснили, почему она не права. Нет, она не права. Я согласен с том, что на парню можно было как-то не клеить вот эту вот... Так если бы она не поехала, никто не клеить не стал. Ни один мужчина для декад на сегодня на нас не ехал. Только она поехала, понимаете? Мы же все уходить собирались, но и все будет спокойно. Нет, нашлась та, кто поехал. Здесь не запрещено есть, здесь нет никаких... Молодец человек, когда у вас будет водительское удостоверение, вы будете отвечать. Где тротуар? Молодец человек, это тротуар. На тротуаре знаки не стоят. Мальчик, вырасти, получи права. Не будешь понимать. Есть тротуары, на которые можно заезжать. Подождите, подождите. Ясно? Подождите. Тротуары, на которые можно заезжать, это какие-то тротуары такие? Это вот такие, как этот. Женщина, а вы всегда по тротуарам ездите? Ну, а зачем вы все-таки сюда выезжаете? Есть выезд там, спокойно, на Будапештскую? Я не оттуда знала, что там такая стоя. Так вы все-таки намеренно выехали на тротуар? Слушайте, мальчик, не нахер. Понятно вам того же. Осторожно, дети. Я вижу. Здравствуйте. Вы свои манеры здесь показываете, да? Да. Я стою там, где мне положено стоять. Я могу здесь стоять. А кто вам, извините, положил здесь, чтобы вы можете стоять? Здесь? Да. А здесь я не могу стоять? Ты хотя бы смотри. Здесь это тротуар. А какие знаки на тротуаре? Где здесь тротуар? Откройте кадастровую карту. Здесь проезжая часть. Вот тут вот, здесь машины проезжать могут. Вот здесь. Ваша проезжая часть заканчивается в рамке. Ну, 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 ну. А вы на тротуаре. Ну, ну, ну. А вот это что? И что здесь? Я как будто сейчас мешаю. Это тротуар? Вы помолчанию. Тебе похайпить охота? Тебе похайпить охота? Вот, похоже, это как раз-таки вам охота. Нет, я тебе похайпить охота. Вам негде поставить свою машину? Мне? Да. Я сейчас жду человека. Вам негде поставить свою машину? Мне нет, я хочу здесь ее поставить. Что вам мешает поставить ее согласно правилам дорожного движения? Я это не позволю. Где я хочу ставить машину? Ты меня понял? Молодой человек, вот я вас предупреждаю в последний раз. Уберите, пожалуйста, свои транспортные средства с тротуара. Глядно опять стоит на тротуаре. Да, молодой человек, смотрите. Вот видите, на Будапештский знак остановка запрещена. Вторник с 9 до 18. Сейчас уже больше 18 часов. Вы без проблем можете поставить. Здесь я не могу стоять. Это все тротуар до сих пор. То, что ты говоришь, это никого вообще не волнует. Вот меня тоже не волнует, что вы говорите, что вы можете здесь стоять. Я вижу у вас нарушение. Какое нарушение? Вызови полицию. Она уже вызвана? Ну вызови, я жду. Вы будете ждать? Я жду ГАИ, чтобы она меня сказала, что я стою не на месте. Мы тогда вместе с вами ждем инспекторов ГИБДД. Все, которые вызваны. Я жду, давай. Мы тоже ждем. Хорошо. Смотрите, если кто-нибудь на меня рыпнется первый, меня ударит. Я буду защищать свое здоровье. И я буду, извините, бить вам все. Понятно? Что вы делаете? Клею. Так, он клею на моем основании. А вон на каком основании на клею на моем машине. Письменную претензию. Какую? Письменную? Письменную? Ты чего, идиот, что ли? Какую письменную претензию? Вы сейчас на себя... Что такое письменная претензия, ты знаешь? Вы на себя... Мы вас устно предупреждали. Ты мне насрочно, что ты там... Вот нам тоже теперь. Где ГАИ-то? Где ГАИ-то? Ждем. Когда приедет? Вы можете сами позвонить и сделать дополнительную заявку. Ты правила-то сам знаешь? Конечно. Ну и какие там, что правила написано? Много чего написано. Взрослый человек, ты тоже держишь микрофон на... И что? Это какой-то показатель, что я держу микрофон? Да, конечно. Какой? Взрослый человек... А взрослый человек не может держать микрофон? Держишь девушку. А зачем она людей давит? Кого ты пострадавших? Покажи мне пострадавших. Кого она туда верила? Должна быть кровь? Конечно. Ну что... Ты мне говоришь, давишь. Просто покажи мне. Наезд на пешеходах уже ДТП. Ну ты что? Не понимаю, что ли тут весь Россия так и ездит? Чего ты женщина-кришка? Что ты? Пропусти ее. Пропусти ее. Предупреждение. Можно же понять по правилам? Ради детей хотя бы. Вот посмотри на него. Хотя предупреждение. Пропусти ее. Наклеили. А какие дети, они деньги, деньги... Ну приедут гайцы, оформят и уедут. Какие деньги им? Все тебе надо это? Гайцы, я оформлю, ребенок тут голодный стоит, плачет. А мне это надо. А деньги, гайцы тут ездят, по правилам. Я здесь живу, гайцы тут ездят, ездят. По правилам тебя с помощи. А я тебя могу, потому что ты на женщину с ребенком нападаешь. Вы уверены в своих словах? Уверен. Да? Да. Вы лжете. Вроде взрослый человек, а лжете. Да не давили вообще никого. Не давили вообще. Каждый день, и тут всегда машины. И мне сигналят. Мне тоже неприятно, знаете? Я тут живу 20 лет. И такое каждый день. Нет, человек таки понятен, что дети в машине сидят. Понятно, да. Можно понять? Мне 20 лет. Я жить хочу, я не хочу, чтобы меня задавили на туалю. Здесь не так, конечно, меня задавили. Дорогая моя, не им надо тут заниматься. Гаишники тут должны стоять тогда. Провокация это не является ДТП. Простите. Не было провокации. Есть видеофиксация, которую проводила в помощи камеры. И говорите, что это вы. Девушка сделал дорожное транспортное движение. Я это чувствую. Я это чувствую, что вы провокации. Провокация. Это ваше мнение. Так я не вас снимаю. Полицию вызвали, ГБДД вызвали. Активист. На какой? На какой капустке гаишу? Нисколько денег-то платят? Да, активист. На хал. Да ладно, нисколько тебе не платят. Ага, нисколько. Моя гражданская позиция. Я вижу. Сколько ты получил? Вы бы на свои лица посмотрели сначала. Я смотрел на свое лицо. Да? Когда последний раз? Не хамите, будьте любезны. Да я не хамлю. Это я не хамлю. Ну так и не хамите. Я отвечаю на вопрос на свое лицо. Я сегодня смотрел. Я с утра брился. Сейчас еще и милицию вызывали. Правильно вызывайте. Полицию. Мы согласны. Сейчас. Надо быть. Мы в любом случае никуда не уходим. Мы здесь. Пострелять надо. Стрелять из травмата. Это вы не снимаете. Не трогайте камеру. Я так закрою. Я не давала разрешения на свое съемку. Замечательно. Я нахожусь в общественном месте. Могу записывать все, что вы найдете. Я перешиваю право меня снять. На основании чего я не имею права этого делать? Потому я не хочу. Нет у меня желания, чтобы я снимаю. Ну вы идите из кадра. Вы не правы меня снимать. Да никто не имеет права. На основании чего никто не имеет. Вы покажите документы, на каком основании вы снимаете. Институцию Российской Федерации. Покажите, пожалуйста. Смотрите, да? Подождите. Не успела взять. Камеры наружного наблюдения. На домах. Раз. Они вас тоже снимают. Видеорегистраторы. Главное, чтобы они успели вас снять. А я сейчас засниму вас. Камеры наружного наблюдения. Они вас тоже снимают. Смотрите, это обостренный психоз или просто очень обостренная социальная позиция ваша гражданская? Это моя гражданская позиция. Вы так и выражайте ее где-нибудь в другом месте. Я ее выражаю. Я ее в том месте. Что? Навальный друг, что ли? Ваш? Это нарциссизм. Нарциссизм. Да, да, да. Это психиатрия. Они выходят с камеры и тур снимаются. Они сейчас право снимать. Работать надо. Я сегодня сюда... Работайте на заводе. Вам никто не мешает. Обострение. Вот и все. Я вот основной военный. Я таких много как-то вижу. Почему вот он понял отъезжать? Почему? Потому что он нормально, адекватный. Мне не платят. Почему у меня есть машина, я так же не ездил? Что я тебе скажу, что такое женщина? Беги! А там машина стоит на пешеходном переходе, на тротуаре. Смотрите, вот там машина разворачивается. Сейчас уедем. Да? Да. Девушка, вы не сходите с ума. Снимать нельзя. Да, тихо, 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 тихо. Снимать нельзя, понятно? Я могу не без тебя достать. Учись, что ты делаешь? Молодец, умница. У меня все имеют право. Все это что? Я все сделаю. Я все сделаю. Все, ребят, все сделаю. Да, правда. Хорошо. Вы пользуете баллоны? А когда он на меня напал, да? Уча людей скажет, что я не нападал. Зайдет. А ваново, да, ребята? Чистая рука. В смысле чистая рука? У нас все записано. Все записано. Мне тоже записано. А можно спросить? С этого двора выехать только с этой стороны можно? Я расскажу. К ближайшему месту погрузка-разгрузка, видите? А легковые? Погрузка-разгрузка груза. Какого груза? Для магазина. А я говорю про частников. А мы про частников. А легковые в объезд? В объезд. Потому что здесь не пройти. Здесь постоянно машины шастают. Участники. Документы забрали и стоят своими документами. Нет, мы сейчас изучаем. А изучаете что? Документы? Доедем до отдела полиции, где будет принято окончательно. Хорошо. Ну и все. Все, закон прав. Мы закладываем. Просто я не хотел бы далеку свои документы отпускать от себя. Проверите, они никуда не выходят. Я вам верю. Ну мало ли что произойдет. Что может произойти? Я не знаю, не знаю. Ну вот, расскажите, придумайте хоть что-нибудь. Когда данные выплыли в сеть интернет, в общий доступ. Но если только вы выводят. Нет, нет. Сотрудники сфотографировали документы и выложили в общий доступ. Такое бывает. Пожалуйста, доказывайте через суд. Конечно. А вопрос такой. Мы будем рисовать схему ДТП? Схему ДТП? Да. Какого ДТП? Ну то, что здесь. Вот давайте сначала доедем до отдела полиции. А схему ДТП? Разберемся в конфликтной ситуации. Вы видео мне покажете? Потом покажу. Конечно, на болванки принесу. Вот сначала видео, сначала заявление. Заявление будет, конечно. Случившимся ДТП. Здесь уже все зафиксировано. Вы будете рисовать, а мы будем? Нет, не я буду это рисовать. Я буду описывать. Будет другой. Пойдемте. Пойдемте. Сейчас в отдел полиции. А почему? Для дачи объяснить. Вот так вот? Ну, нужно сами приехать для дачи прояснение. Ну, у нас же без разбора. Товарищ инспектор, разве я не знаю, кто будет принимать о наездке? Здесь не я, только один инспектор. Так мы у всех спрашиваем. У вас здесь несколько. У кого спросить, кстати? А что вы снимаете? А пашку? Как что? Кот, снимаю. Увеждения какие-то... Ну, это супачка, но от машины. Товарищ лейтенант, у нас такая ситуация. Молодой человек решил попасть в наш выпуск. Выезжая из арки, он припарковался возле лестницы, решил нас попровоцировать, показать там нецензурные жесты. Но после наших замечаний все-таки решил отъехать в сторону. Да. Переградило вот пресечение тротуара и выезда со двора. Хотелось, чтобы был выписан протокол об административном правонарушении за пункт правил 9.9. Я понял, видеофиксация есть.